I have ways of blowing things off еще нет так запрещено хранение иностранной соли о какая интересная штука что карл деньги на продукты 500 отдать забирай все загадочная коробка пропажи очков сказка на ночь радио точно 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 я вспомнил нам нужно достать радио и нам нужно а чуть такое куча вещей кошелек бритва шляпа запчасть для чего-то я это все заберу спасибо я не знаю что это но я это заберу а теперь этот ящичек можно и выкинуть наверное я вообще пришел сюда к фикусу я забыл в прошлой серии вообще посмотреть там в шантажном письме написано чтобы люди спрятали забрать все о по министерства ними скорее всего кто это еще может быть я же людей шантажировал надо было деньги забрать входящий частный алла это карл штейн с кем разговариваю наверно слышали про национальную трудовую лотерею так вот и победитель лео гвизден ищет жилье мы хотим чтобы вы дали жилье этому любимцу фортуны зачем вам кто вы мы доброжелатели на человека скоро свалится тысячи соблазнов бандиты и обманщики буду ждать его на каждом шагу прикиньте это не государственный звонок мы хотим помочь после как он поселится вам нужно будет убедить его вложить выигрыш в наше производство наш трест рога и копыты направлен на развитие животноводства мы помогаем фермерам безотходно сбывать туши животных мясо в магазине шкуры сапожником из остатка из остатка мы варим фирменный холодец холодец вы не любите холодец ну как вам сказать предупреждаем карл кто встанет у нас на пути сам превращается в холодец скоро наш холодец станет национальным продуктом все что вам нужно это убедить лео сдвиздано что наши что на за нашим холодцом будущее квиздока да только кто только придумывает такие фамилии язык сломаешь убедите его вложить деньги в трест рога и копыта сделайте это мы вам пришлем щедрый процент ого еще одно грязное денежку так починим хату и заселим гвиздока нашего да так хорошо это у нас а это я хотел сказать казимир а это познакомиться здравствуйте я карл управляющий этим домом и задорож брюкич почему может его зовут казимир с прошлой серии неправильно запомнил ну ладно студент университета но это наверно неприлично спрашивает человек про его имя про университет поверьем на какой специальности вы учитесь ну да на химико-биологическом факультете универ отличные все такое а ты нифига не студент да это это твое прикрытие так милочку дать соберем факты пришли приезжает чувак селится в моем доме в этот же день приходит какой-то дядька похожий на какого-то отставного генерала и просит передать ему какую-то коробку когда пытаюсь поговорить с этим студентом оказывается что он вообще ни разу не студент потому что универ отличный и все такое это явно фраза не относящаяся к универу на сыну часа в универе он его там практически ненавидит я думаю что ты не студент чел режем всяких лягух смешиваем пробирка всякую дрянь чтобы пузырилась и дымила не вижу они сильно вдохновения тем что учитесь я просто не понимаю как те разрез до разрезанные лягушки помогут мне стать человеком который изменит мир к лучшему ну как бы ты тогда очень недальнозоркий и недальновидный человек раз ты не понимаешь каких-то базовых истин ну ладно да 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 кто такой дантон он спас меня я не могу рассказать больше но если бы не этот человек моя жизнь была бы совсем другой ясно он его спас скорее всего не физически от чего-то а в каком-то моральном смысле наверное ну как мне кажется я думаю что он как-то модное словечко в наше время стал его ментором так на тебе коробку вам просил передать эту коробку отлично дентом вас не ошибся вот держите деньги значит я скоро съеду буквально через день-два настало время великих дел я еще больше уверен что в этой коробке или оружие какое-то или бомба так да я с мелким поговорю мне нужно пока этот брюки че там шарится я быстренько сейчас камеры поставлю хочу понаблюдать за не студентом возможно он кстати все таки студент но это же не знаю так ну ты там пока что это оба а плакать нельзя одна единая блин надо срочно еще одну камеру купить давай 3 пока тут жили шиммеры у меня был на них компроматные не видел на самом деле никакого смысла ставить здесь камеру а теперь паспорт мяч играет футбол это я характеристику на тебя составлю чувак может еще получится с тебя заработать кофе пьем еще не вышел а это я обыскивал поконите я сыном поговорю поговорю вы это не парьтесь лук оружие все вас понял и мне нужно по баренькому еще вот сюда камеру третьего уровня наверное еще одну может успею так это так 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 быстренько 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 шаримся ой заграничные пластинки бессонница книги о у тебя уже тоже есть у тебя уже статья в кармане если чё о чувак пришел на дарать так она не возвращается обычная пластинка про любовь вождю быстренько я там еще не обыскал кое-что надо попробовать обрыскать по ли она найдет все это последнее что я обыскиваю коньки кошелек успел так чувак радио ну да сейчас у меня есть деньги сейчас у меня 11000 чтобы вас блин где были где были эти деньги когда они были были блин радио да мы покупаем отел кошку нас до оказывается понятно алкашишь и что еще так давайте поговорим с . что у нас на кого есть тебя могу посадить могу я еще и пластинки потом можно забрать будет если чё думаешь почитать иди почитай так плакать нелегально эти за это могу посадить блин вот тут камера не достает жаль ладно давайте с этим перцем поговорим давайте познакомимся я карл управляющий этим домом мое уважение спасибо что сдали квартиру я лео гвизды приехал по важному делу на несколько дней какое важное дело вас привело в хельмер свалилась на мою голову удачи впервые за мою тяжелую жизнь я стал победителем трудовой лотереи ехал на вручение приза так а собственно что нет что ты хочешь что тебе нужно то нужна ваша помощь завтра меня ждут в администрации будут торжественно вручать приз я простой человек работаю на заводе нарядов с роду не было на купил вчера двойку в магазине ритуальных услуг но там не продают галстуков универмаги их нет помогите мне найти галстук любой подойдет сил моих не отходить по магазинам постараюсь что-нибудь придумать очень мне поможете вам заплачу а у меня нет галстука это куда ты пошел из того хлама который я подобрал блин это не здесь это здесь у меня разве нет галстука не шматья полно тут а галстука нет черт у меня есть яблоко ну да которая собрался подложить есть книга типичный роман на любви есть вообще книги что читать запрещено если чё да да ой мыло есть мыло есть круто жона земляничное мыло принес тебе земляничное мыло о карл ты помнишь что я люблю землянику милый спасибо тебе у меня для тебя сюрприз у остановки я нашла золотую брошь послушала никто из жильцов не жаловался на пропажу возьми наверное можно продать ну или вроде кто-то попросит вернуть спасибо радио стой 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 да про радио вот купил радио я даже выбрал для него место я поставлю его в твоем кабинете ого купил купил хватит нудеть и вот радио спасибо на чистое 8 на 6 передают сказки для детей немножко опоздали мы со сказками для детей ну ладно от них становится так грустно но мы все равно будем слушать до перед счет и хочешь отец про изодора вот вы так вместе шли болтали кстати это знаешь такого студента из-за дорожа брюки ч что за имя дурацкое ну да не знаю такого но могу спросить спроси он живет у нас доме было бы не лишним узнать о нем побольше стоять спросить про новости про учебы не рстите восприятие ночи по домашние дела дать еще что я это там читают надо это срочно так про папа папа папам ну да что случилось я больше не удержу эту каторгу еще один день шахте я повешусь не что-то предлагаешь папа я хочу уехать из страны здесь я не смогу стать человеком я прям физически ощущаю как день это дня тупею и вариантов куда-то выбиться нет ни одного когда что собрался уехать один из работников моей смены сказал что сейчас северной бареи северной корее северной бареи то есть теоретически нашу страну связывают с южной кореи наверное там где творится полный беспредел и хаос то что собственно и в нашей игре творится северная барея более демократическое государство требуется специалисты моего профиля такого профиля который был у меня в университете я смогу закончить обучение работать кем-то значимым северной ты уверен что не в южной бареи а разве это не одно и то же не ланта да нас не сравнивать южной кореи понятно бедный маленький шахтер жаль что пока ты учился в университете вам не успели прочитать курс географии северная и южная барея это как небо и земля папа не время для твоих шуток хорошо и сколько тебе нужно много 20 тысяч я посмотрю что можно сделать спасибо ты клёвый а я думал ты это так персонаж иди сюда я тебе еще раз опыскивать буду мне кажется с того время как он посетил свою квартиру тут могло появиться что-нибудь очень интересное если что я его сейчас просто сдам за яблоко он мне не нравится очень вот этот вот брюквич он прям отвратительный чувак а вот это я буду шантажировать табак честно по написываю характеристики на них чтобы заработать деньги телку сверху вот это что нам будет наверно шантажировать а вот этого перца плена галстука не помню еще галстук покупать чертов ладно дальние берега ну это разбитая бутылка так на тебе яблочко дружище уедешь что у нас по дальней статье ай блин галстука то нет ни у кого хорошо галстук можно будет наверное украсть что ли тут бы камеры кстати получше поставить но не знаю тут ничего обозначить нельзя я я хочу попробовать украсть галстук если будет такая возможность может я не хотел бы его покупать паспорт как раз это популька приехала уходящий звонок принят частный доброго времени суток карл это джордж дантон откуда у вас этот номер наши организации есть друзья повсюду я больше не услышал от вас ни слова пока не вы вы не объясните что за организация у меня семья я должен знать что вы хотите на что вы хотите меня втянуть скажем так мы пытаемся изменить мир к лучшему а при текущем руководстве это невозможно как вы понимаете нынешнее правительство не изъявляет желание сменить смениться добровольно и как это называется ваша организация союз самоуверенных революционеров новое завтра к чему этот сарказм карл вы ведь могли бы стать лучшими друзьями мы ведь могли бы стать лучшими друзьями вы сможете получать от нас средства которые так необходимо вашей семье а если откажусь иметь с вами дело и сообщу вас куда следует боюсь ваш отказ может повлечь очень неприятные последствия для нас обоих повторюсь у нас есть друзья везде я таки думал что ваши разговоры про светлые завтра имеют второе дно не разбив яиц яичницу не приготовить у вас есть дети вы должны понимать дети дитё уже спасибо блин что такое что такое жертвовать собой ради будущего потомков только вы предлагаете пожертвовать кем-то другим мной например не обязательно карл от вас нужна лишь согласность и готовность помогать нашему движению вижу выбор у меня не богат чего хотите от меня найдите вашим замечательным доме квартиру для нашего верного товарища имя его антон грубец он проживает он проживет в доме не больше недели раз уж вы не не обязываете меня помогать революционному движению опишите субе раз уж вы обязываете опишите свои видения ситуации стране чтобы я знал ради чего рискую зачем что-то описывать карл вы так все прекрасно знаете тотальный контроль за людьми глупые запреты на все порядки никакой свободы слова при этом что взамен талоны на одежду еду мыло люди вздрагивают по ночам от любого звука боясь что за ними придут и увезут а то что доносы пишут друг на друга даже ближайшие родственники это как нормально по вашему это у меня сейчас прошит этот вопрос ровно в ту же самую минуту когда я бежал к телефону я вижу что у меня жена читает и у меня в голове возникла мысль а если написать шантажное письмо собственной жене принесет ли она тысячи и откуда она возьмет эту тысячу или она подойдет ко мне скажет меня шантажирует дай мне тысячу ладно а ваша профессия карл в каком нормальном обществе можно посчитать допустимой я делаю работу для которой меня поставили выбора у меня нет выбор есть всегда помогите нам карл и тогда наших детей будет общество где за этот выбор их низок не закроют за решетками ну ладно чё за человек тот человек антон очень важный для нашей организации он специально а он специалист по печатному делу будет готовить для нас массу листовок разоблачающих нынешний государственный строй вы нас очень обяжите если прикройте его мы планируем устроить стачку на заводе в ближайшее время и нам очень нужны эти листовки без них ничего не выйдет а у меня нет выбора кстати на ладно насколько я понимаю вы не оставляйте мне выбором антон грубит значит хорошо я посмотрю что можно сделать прекрасно как будьте осторожны так ого сколько народищу так на тебе вот это принять звонок в частности спасибо вам карл я перечисляю деньги на счет прошу вас всячески помогать товарищу грубиться он делает важное дело помогайте следить вы понимаете о чем я я не понимаю чем идет речь время сейчас тяжелый не исключаю на что его попытаются подставить или перетянуть на другую сторону защитите его карл и не дайте совершить непоправимое я позвоню через несколько дней знаю как ваши дела ты у нас куришь давайте давайте так тара тата 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 где-то у нас было заселить до весеннего призыва сдать а я не понял кто ах ты ж блин и ты с моим яблоком съехал ах ты тварь на тебя яблоко потратил топ тебя я его сдать хотел на самом деле а бесит неизвестные белых халатах обманом проникли в ректорат университета и угрожая расправой заставили ректора мирослава пеппера написать на доске порочащие его честь и достоинство слова профессор пеппер подал в отставку и госпитализирован ходе операции подержали виновных погибло 11 человек выдающийся индюк профессор пеппер известны своим денежными поборами подлыми делами наконец-то сделал что-то полезное именно признался в том что он мешает образованию и а не осуществляет его позорчила которая числе отчисляет неугодных студентов и направляет их на фронт что врачи в университете делают ну ясно как и тут дела так давайте тогда больнин я на этого из задора хотел написать этот и как неприятно то хорошо мне нужно раз два три четыре раз два три четыре по моему я на это почти весь авторитет слил торговец пришел так торговец я к торговцу сейчас спущусь он не нужен мне нужен галстук мне нужно еще одно яблочко наверное уху-ху-ху-хух как я вовремя то что надо будет подождать пока он выйдет вот это полива мой полива что вы делаете в моей квартире извините уйти я просто просите ухожу все немедленно уходите да 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 все чеши отсюда галстук почтение почтение торговать торговать мне пожалуйста вот зеленый галстик скал те любой подойдет так что давай и яблочко пожалуйста спасибо так вот эти он спал в кровати но этого не видел следующий попробовал вломиться наверх нужно срочно камера ставить а еще кое-что ремонт у нас там есть еще один жилец которого хочу заселить так галстук я нашел вам зеленый галстук что скажете определенно спасибо карл надеюсь компенсирует ваши расходы и пом почему я купил за 190 что ли поговорить и лотерея спросить про город как вам город мне очень нравится так много заводов и зря говорят что хельмер город труб сегодня сходил на экскурсию на станкостроительный завод нам есть чему поучиться у вас вы правда вами правда кажется что заводские трубы это хорошо конечно раз дым валит значит завод работает значит народ трудится страна богатеет и жизнь становится лучше я не буду наверное уговаривать его так сниму квартиру рядом с заводом на длительный срок и маргарет зауэр библиотекарь еще один кстати библи они еще один вопрос на ищем квартиру тихом районе без соседей сдаем я думаю что у нас будет потом еще блин мне надо 20000 пойдемте характеристик а нет стоп ты у нас побухиваешь бухгалтер так-так-так мне 25 часов всего лишь чтоб сына то отправить это офигительно как мало я не успею еще десятку нигде взять наверное сейчас посмотрим так характеристики про тебя мне пока ничего не из дайте что ты у нас куришь стать характеристику и гвиздок ой блин квартир-то много становится надеюсь в это время в это время времени идет квартир номер два мужской токарь возраст она проживает один профессия токарь и даже токарь отправить какой-то 125 это прям вот немного так хорошо тебя можно шантажировать то что ты плакала нет нет а отмена шантажное письмо пожалуйста ранок роза ранок вот это пожалуйста я никогда не смогу запомнить квартиру номер три хорошо роза ранок квартира номер три наружу нарушил блин какая там директива была что плакать ты вы чё офигели сейчас я ее вспомню ага 60 47 47 нет блин игра идет все это время черт 7 сентября 7 84 хорошо отправить шантажируем потихонечку назад тебя тебе можно характеристику добавить то что толкуешь потихонечку топлива это сказать вот тебе нужно составить характеристику тут много чего пойдет ты у нас какой квартир квартире номер четыре но дара но эль нора дуэль дара но эль женский одна проживает кто ты у нас учитель музыки учителя учителя ладно отправить и так же мы тебя щас будем еще и шантажировать тора но эль в квартире номер четыре я не ошибся нарушаешь директива музыкальных пластинках которые у нас от шестьдесят сорок шесть шестьдесят сорок шесть вот это от 6 сентября вот это вот так вот отправить мелкий читает книги это опасно так что хочет жена блин у нас антону и жал чёрт так 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 чем я могу помочь а поговорить про отъезд патрика ты знаешь что патрик хочет уехать да он рассказал мне он так страдает из того что пришлось бросить учебу что думаешь почему помочь ему мое сердце разрывается карла его могут купить на границе застрелить собаку моего мальчика я пытался вот говорит он твердит одно и то же что карл чем ему помочь что тебе надо мне нужны деньги на оплату счетов 700 полин на оплате вот ай ты у нас читаешь тебя тоже можно еще же шантажировать так антон познакомиться я карл правящим там антон грубец очень приятно от наших общих друзья слышал что в один из лучших специалистов печатному делу каждого что-то путайте не думаю что у нас есть общие друзья анда конечно конспирации все-таки извините за беспокойство не понимаю чем конечно не понимаешь она мне сейчас деньги принесет спасибо так маргарет познакомиться я карл управляющий добрый день товарищ карл штейн маргарет сауэр библиотекарь мы с вами уже встречались ли здесь назад я работал в библиотеке при учебном корпусе номер 42 вы наверное меня не запомнили а у меня отличная память на лица очень приятно познакомиться действительно учился на своем 42 корпусе здесь вы посматривай надеюсь вам понравится в нашем доме если тут тихо и чисто мне понравится главное никаких детей а ты еще на это child free ну не child free конечно так что ты хочешь от меня что тебе нужно чувак что вы что-то хотели хотел с вами посоветоваться карл дело в том что я в растерянность сегодня получил деньги не уверен что смогу правильными распоряжаться дайте мне совет карл на что мне потратить деньги в иностранную валюту его моментально арестуют врага и копыта в развитие плодово-ягодных развитие крупного рогатого это врага и копыта вложиться так понимаю деньги в иностранную валюту в сберегательную кассу насчет сберкассы я кстати крайне сомневаюсь я не хочу помогать рогами копытом чтобы вы поняли они слишком подозрительные твари хотя мне кажется для меня это может быть опасно помоги родные вот что сделай я думаю стоит помочь вашим родным что может быть важнее да я так и хотел просто я подумал если можно приумножить деньги той помощи можно оказать больше подтвердить семья это самое главное спасибо что напомнили об этом сестре и семьи негде жить я должен позаботить семьи негде жить и ты думаешь куда вложить бабло серьезно так надо еще кого-то пошантажировать у меня мне нужно срочно деньги а кстати что у нас насчет радио выжена сюда поставила ладно кого там еще можно пошантажировать чем шантажное письмо на тебя до роза ранок 3 3 квартира нарушили директиву о чтении блин какая это была директива то чтение 6052 вот это вот от 12 сентября отправить кого еще могу пошантажировать так дважды за одно и то же шантажировать кстати нельзя мне кто-то съехал а наверное антон у нас выпивоха про тебя пока ничего не знает наверное лотерейчик съехал точно давайте заселим хату семи квартиры на заводом до сдать ты у нас алкашествуешь понятно где у нас антон мне бы на самом деле побольше бы инфы про него узнать он спит я подожду пока он выйдет у меня там вообще нету камеры мне это не нравится я не вижу что происходит вот она кстати ушла да хорош как ты там постоянно оказываешься блин это второй раз уже ты что вообще не выходишь что вы делаете моей квартире извините уйти уже ухожу немедленно спасибо блин у него ко мне отношения дропнулась хочу я смотрю она же вышла так торговец торговец быстренько шаримся нож вынь да полож читаем читаю это знать шантаж но я не успею собрать двадцатник блин вот прям как ни крути не успею я что еще 2000 шантажа соберу и все но у нее ничего нового то не появилось кстати нет все уже обыскивал нет иди сюда еще одно шантажное письмо пожалуйста наверное так надо было делать самого начала игры просто чтобы заработать деньги а3 опа таблеточки лупим понятно ремонт квартиры кто еще свалил у меня уезжают люди а минутку свалил чувак черт ладно тата 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 да оплатить 3000 штрафа я тебя понял жилец проигнорировал что проигнорировал болеем досье равена квартира номер какая номер два они еще не всегда подчиняются ты нарушила директиву книжек книжки шестьдесят пятьдесят два а мне какие-то деньги пришли от этот этот 12 сентября отправить кто а этот чувак на меня обиделся и съехал артыш а нет это не он это я их пытался шантажировать и они съехали да а это за кем так 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 чем я могу помочь что тебе надо 500 баксов на забери под подозрением проследить за антоном а за кем вы пришли то так это мне деньги принесли 3000 я что-то упустил они кого-то увезли ли должны были увезти о чувак ты тут наконец-то вот эти съехали видимо я их слишком запас да чтоб тебя ты хоть ты ты почаще из дома выходи я не вижу нифига что у тебя творится ладно блин не поставил вроде его нет читаем сначала камеры потом обыщем главная камера втыкнуть вовремя новая директива а новая корреспонденция блин он возвращается валим а ты у нас куришь отлично трубку курит бабушка ладно не будем об этом из-за недавнего инцидента в ректорате университета министерство порядка выпустило приказ о закрытии данное учебное заведение все сотрудники отправлены в неоплаченный отпуск студенты частично будут направлены в полевые лагеря частично на фронт круто беги пожалуйста спасибо табличка так звонок экстрем вызов министерства экстрем вызов министерства мистер с порядка карл вынужден сообщить вам печальную новость ваш сын патрик штейн участвовал в ограблении центрального банка и был убит приехавшим нарядом полиции черт соболезни так как ваш сын несовершеннолетний вам выписан штраф в размере пяти тысяч за материальный вред причиняю центральному банку спасибо спасибо да да ходячий звонок в министерство в нашем доме в целом неделе проживает предатель нашей родины антон грубец несмотря на что он наш агент внедренный в революционную ячейку вы будете наказаны за непослушание ваша работа наблюдателя наблюдать и докладывать вам всем что происходит если вы этого не делаете то либо предатель либо халатно относится к своим обязанностям это недопустимо вам выписан штраф ну вот как бы и да а плакать нельзя если еще так книжки читать нельзя если чё так мне срочно нужны деньги поэтому шантажируем 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 бабкам квартир номер один как тебя маргарет зауэр квартира номер один читаешь книжки поэтому нарушила директиву 60-50 у меня жена умерла маргарет зауэр квартира номер один шестьдесят пятьдесят два восемь двенадцатый сентября восемь шторм не проще срезка деньги понадобятся отправить нет все а фук я думал это она умерла да ну как бы к этому все шло то есть даже никаких комментариев не оставили по этому поводу с меня будут что-то брать за похороны потому что я тут чисто на похоронах разорюсь просто нафиг корреспонденция ну тут кого-то потерять очень легко прям очень легко так дерзкое ограбление было совершено прошлой ночью в западном отделе центрального банка преступники не успели скрыться и были нейтрализованы доблестными стражам порядка личности преступника выясняется известно что среди них были заводские рабочие и несовершеннолетний шахтер мы позаботились о вашем выборе просто принесите этот лист в пункт приема голосов выборы выбрать фол лучше бы бумагу туалетную выпустить выпускать научились чем эту макулатуру товарищи правительство довело рабочих до преступления ничто калечит судьбы молодых парней они погибают на фронте они погибают на ступенях центрального банка с пулями в груди они погибают чтобы мы с вами не опускали руки и боролись за права дела в армию бы их бесятся из-за пизделья и таких сумма до счет за похороны тысячи так чувак давай мы с тобой может быть я течет продам погоди твое почтение да 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 мне кажется дела у нас и тут не очень хорошо так продать продать что мы по-человечески продать такого продать платье продать гантели продать платье ты кто у нас такой альбом с марками продать ладно еще тысячи у нас вроде пока что есть мне кажется ли у меня было яблоко когда-то или она куда-то делась а вот она есть нормально ой золотую брошь который может блин у меня было все это время золотая брошь которая мог за пять штук продать не но у меня бы все равно там чуть-чуть не хватало бы ну ладно да да она тебе тысячи я же говорю что меч 1000 понадобится на похороны так что тебе нужно антоша хочешь со мной поговорить так иди поговори со мной смотрите игра у нас явно разваливается то есть ну я не так себя все это представлял ну хорошо узнать что нужно что нужно для работы которая взял надо мне необходимо пара вещей я совсем не успеваю к сроку поэтому я не могу отлучиться даже на пару минут если вы принесете мне краску и ножницы я буду вам очень благодарен я посмотрю что можно сделать у меня нету ни краски ни ножниц ну похоже что нету брошь я все-таки пока продавать не хочу так погодите закончить разговор мне кто-то какие-то деньги приносил а вдруг у меня там тысяча две лежит день будь завалявшиеся да у меня есть тысячи как свой кошелек уже лазил этот цветочек так да 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 краска ножницы я не хочу ему помогать но блин а где я тебе их возьму то ну купить ножницы а краску где те возьму снотворные книги я не знаю где я краску возьму то кстати ладно так я могу на него составить характеристику и могу попробовать его сдать ну я слышно за ним не приеду потому что он двойной агент и он работает также на правительство но мне нужно его сдать для того чтобы правительство видела что я работаю где тебе краски то возьму быт творца некоторые вещи я буду очень благодарен отдать ножницы спасибо мне кажется они слегка туповаты если они вам не нравятся я могу их забрать извините все в порядке и благодарю за помощь закончить разговор Пойдемте, я быстренько составлю на него характеристику Быстро составлю на него рапорт Чтобы правительство, типа, видело Что я работаю Так, составить характеристику Об Вот, нет, не ты Вот ты Пятая квартира, сразу посмотрел, чтобы уже запомнить Так, у нас характеристика входит вот эта Антон Грубец Мужской, живет один Профессия мастера печатного дела Мастера печатного цеха отправить Это 500, теперь составить рапорт Квартира номер 5 Грубец Директива Какая там у нас была Про книги Все та же, 60-52 От 12 сентября Хорошо Читаешь Отправить Блин, этот перец опять Я никак у него камеры там не поставлю Ну вы серьезно, что ли? А он к себе пошел? Наверное, да Заселить я пока Не могу Не могу никому Ладно, ребятушки Давайте тогда на этом потихонечку заканчивать серию Где я краску возьму Вообще без понятия Может придется у кого-то пошариться в квартирах Не знаю Все, ребят Давайте пока на этом все Увидимся тогда в следующей серии Посмотрим, на что это все выйдет Явно у нас уже Получается не очень хорошая концовка Какая уж она там будет Она же какая-то должна быть Все, ребятки Всем удачи Добра-бобра Всем уладушек Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok